С удивлением можно было наблюдать за тем, что происходило на просторах интернета после убийства семьи Аветисян 12 января российским военнослужащим срочником 102-й военной базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри. Начнем с того, что сразу же после похорон 14 января в Гюмри и Ереване начались массовые митинги. Протестующие требовали от властей предать подозреваемого в убийстве рядового Пермякова армянскому суду, так как преступление было совершено за пределами воинской части в отношении мирных граждан Армении. Расследование должно происходить только в Армении, а сам преступник должен нести наказание согласно армянским законам Уголовного кодекса. Никто не против того, что если расследование будет совместным российско-армянским. Это и есть главное требование митингующих. Для начала предлагаю посмотреть интервью с кандидатом политических наук профессором Виктором Владимировичем Черноосом. Затем мы вернемся к вопросу и зрителей, и вас я попрошу задержаться у экрана. Виктор Владимирович, в связи с трагедией в Гюмри, в средствах массовой информации расплодилось очень много аналитиков и пророссийских, и антироссийских. Как вы считаете, эта трагедия в Гюмри связана с какими-то, может быть, политическими структурами, или все-таки это бытовое преступление? Мы живем в информационном обществе, поэтому в такой острой напряженной ситуации любой повод используется как новые информационные атаки, как развертывание информационной войны. Конечно, трагедия в Гюмри ужасна. Можно настроить всевозможные версии, чем названные вами аналитики. И очень удобно устраивать эти версии. Да, это очень хорошо, бьет по эмоциям, и люди воспринимают такую информацию именно эмоционально, и рациональные аргументы часто приглукшены. Ну, на мой взгляд, все-таки, да, это эксцесс. Ужасный, трагический, который не имеет прощения, не имеет никакого объяснения. Но выстраивать такую конспирологическую формулу, да, что вот его заслали туда, и он специально это все устроил, ну, мне кажется, это слишком сложное построение, да. Скорее, ну, наверное, какие-то конкретные причины следствия выявят, насколько он вообще вменяем, да, потому что, опять же, какие бы мотивы не были на такое преступление, ну, нормальный человек пойти не может, да. Другое дело, что возникают вопросы, как, если установят его невменяемость, да, он оказался в вооруженных силах, оказался в другой стране, да, в очень сложной обстановке. Это влечет за собой, конечно, массу вопросов. Понятно, что силы, которые настроены антироссийские, ну, они такой повод сам Бог подарил, они им воспользоваться не могут. Ну, не секрет, что есть и в России силы, да, которые полагают, что армяне, Армения это абуза там и так далее, да, поэтому появлялись версии о том, что это месть за какие-то там преступления, вот, ну, я еще раз повторяю, это слишком сложный ход, да, пойти в армию, оказаться в этом месте, совершить преступление. Ну, конечно, в жизни все бывает, но вероятность, мне кажется, вот именно такой. То есть, Ваш ответ это что-то на бытовом? Это, ну, может, там еще какие-то есть завязки, но это, конечно, не политически мотивированное убийство, да, ну, может, не однозначно, я еще раз говорю, да, вот то, что известно, это слишком сложная, почти невыполнимая конструкция, ну, для какого-то фильма такого с залихватским сюжетом. С другой стороны, мы прекрасно помним, я еще помню тоже, естественно, потому что какую-то часть Советского Союза все-таки застал. Я помню, что психически нездоровые люди, не то что в армию, но и служить за рубеж, например, в тот же ГДР или Венгрию, но исключено. Ну, я не знаю, ну, в лучшем случае, в кавычках в лучшем, ну, в какой-нибудь стройбад, но не за рубеж. Безусловно. Ну, сейчас, правда, нужно иметь в виду, что вот эти серьезные строгие традиции, они в значительной степени повреждены, да, то есть тут лакуна такая может быть, да, но вот рассчитать все это и пройти, все равно, мне кажется, это маловероятно. Здесь, конечно, важно, чтобы все это прозрачно, открыто расследовалось, да, чтобы не оставалось никаких умалчиваний. Ну, вот наша одна из проблем в том, что наши власти иногда запаздывают с комментариями, с объяснениями, это мы видим не только в данном случае, но и в ряде других. Это запаздывание может быть связано с благими намерениями, да, чтобы не попасть в просаг, чтобы собрать полную информацию. Вы имеете в виду, почему СМИ не сразу отреагировали? Да, да, потому что, ну, действительно, версий можно предложить массу, да, и желательно, конечно, чтобы какие-то основания под, ну, версия тогда версия, когда под ней лежат хоть какие-то факты, да, а если мы говорим о домыслах, то тут можно фантазировать вплоть до то, что это зомби, скажем, да, был направлен там и так далее, ну, это уведет нас вот в сторону вот правды. Другое дело, что вот эти эксцессы, они, конечно, не могут повлиять на общую картину, да, нас слишком многое связывает, в любом народе уроды есть, да, и будут, и будут, от них никуда не денешься, но за нами много веков общей истории, да, если мы возьмем Великий Новгород, мы там найдем армянские христианские погорни, да, вот, которые отложились на материальных артефактов, да, которые не фальсифицируешь, не изменишь, и так далее, да, и впоследствии, да, нас связывала и совместная борьба, и совместные великие достижения и в науке, и в научной логике, да, постоянно, да, и это, мне кажется, и определяет нашу общую судьбу. Другое дело, что реакция не может быть не эмоциональной, да, когда случаются такие факторы. Ну, то есть, получается, в России тоже есть люди, СМИ, которые хотят пошатнуть эти отношения, с Арменией-то ясно, там, оппозиция, она работает так, как ей нужно работать. С Россией немного непонятно, потому что были четкие требования с армянской стороны митингующих, чтобы преступника судить именно на территории Республики Армения, потому что преступление было совершено, все-таки, за пределами воинской части, то есть, получается, за пределами российской территории. Правильно? А вот, там понятно, российские СМИ подавали это что-то вроде такого, какого-то армянского Майдана, антироссийских лозунгов. Какой-то оппозиционер там снял, я знаю, в консульстве российском в Гюмрии флаг Российской Федерации и скинул на землю. То есть, этот кадр обошел буквально все российские СМИ, и его долго очень мусорили. Зачем это делается в России, прежде всего? Ну, Россия страна огромная, политический процесс у нас тоже достаточно сложный, хотя власть его регулирует, да, но все равно полностью это делать невозможно. Вот эти события, да, они произошли действительно в очень такой сложной международной обстановке. На Россию обрушились санкции. Против нас ведется, по сути, так называемая москитная война, да, то есть, использование всех средств для того, чтобы истощить экономику, ресурсы, да, и тем, всю институциональную систему обрушить. У нас есть, так называемая, пятая колонна, она не любит, когда они и так говорят, да, но есть группа людей, которые... Завел ее шестой колонна. Ну, шестая на власти. Не любит пятая. Пятая это, как бы, журналисты там и весь всякий бомонд вокруг этого прозападно настроенный. Да, а есть и шестая колонна, да, которая представлена в высших эшелонах нашей власти. Вот, и есть, конечно, силы, которые недовольны евразийской интеграции в целом, да, и вот то, что Армения сделала вот этот очень важный, серьезный шаг, ну, есть силы, которые используют это для того, чтобы показать, что с кем вы имеете дело, вас там ненавидят, мало того, что испортили отношения с Западом, с исламскими радикалами, тут еще Армения, которая, дружба с которой, да, якобы, сразу же портит отношения с целым рядом других государств. И мы, конечно, переживаем непростые условия, когда нашу лодку пытаются изнутри расшатать, да, и это как раз удобный такой повод. Ну, кроме того, у нас есть представители некоторых радикальных течений национализма нашего, да, которые, ну, они и на Украине занимают особую позицию, поддерживая практически пятый правый сектор, вот, и, ну, они называют армян хачками, да, они понимают, что выступая под чат под знаменем креста, да, что, ну, вообще-то они как раз борются против тех, кто кресту и принадлежит вот в этом ярлыке. Вот, то есть эти силы, безусловно, есть. Они подогреваются из разных сторон, да, потому что любой клидышик, который вбивается, он принципиально для этих сил важен. Ну, вот, если мы начнем вот эти круги выстраивать вокруг этого частного случая, да, который может быть использован в самых разных направлениях, векторах развития событий, мы видим, что идет глобальная переструктурация мира, да, мир уходит на Дальний Восток, да, Китай, Индия, Корея, да, в случае объединения превращаются, ну, в центр мира по существу, да, и в этом плане роль нашего региона Кавказа в целом, да, вот в евразийской интеграции, ну, значительно возрастает, и сама геополитическая ситуация в регионе радикально меняется, да. Почему, собственно говоря, вот Соединенные Штаты сегодня играют не только против России, но и против Западной Европы, да, фактически подрывая их мощь, да, потому что евроатлантический мир, он уходит в прошлое, он будет цепляться за все, но Штаты думают уже, какое они место будут играть в том новом мире, это абсолютно ясно, что... Это за руки дальновидная политика. Да, это они на всякий случай пытаются сохранить свое лидерство, да, но трезво понимают, что, ну, можно его протянуть, да, но надо думать, как они встроятся в Тихоокеанский Азиатский блок, и здесь им нужна не сильная Европа, да, а зависимый сателлит, ну, в какой они их и превращают, да, отсюда ослабление Европы, клин между Россией и Европой, да, почему? Потому что евразийская интеграция, да, если мы имеем в виду этот вектор развития, он предусматривает, в общем-то, присоединение европейских ресурсов, да, к евроазиатской системе. И в этом и мы заинтересованы, по большому счету, Европа, но не заинтересованы Соединенные Штаты. Да, поэтому любой повод, будь то Украина, будь то, вот, вот, ситуация в Гюмри, да, а если удастся разжечь ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, да, столкнуть Армению, Азербайджан, ну, сразу туда потянутся неизбежно Иран, и Россия, да, Америка опять выступит в качестве арбитра, а это превратит данный конфликт вообще в бесконечную трагическую мыльную. История знает массу случаев там, где Америка в качестве арбитра, ничего хорошего не происходит. С другой стороны, можно ли назвать трагедию в Гюмри величайшей случайностью, так как это произошло все-таки и в год столетия геноцида армян, и в год вступления Армении в Евразес, ну и плюс еще сейчас пошатнулась обстановка на границе между Республикой Армении и Азербайджанской и Республикой. Ведь я, и насколько я знаю, в истории еще не было таких вот случаев, чтобы какие-то были недопонимания между двумя государствами и двумя народами, скажем так. Нет, ну, они возникали, если мы берем Россию и Армению, да, тут, ну, мы иногда впадаем в такую идеализацию отношений, да, отношения между странами, между народами, они всегда достаточно сложны. И у любого народа возникают иногда определенные амбиции, да, вот если мы будем говорить с вами, там, скажем, о 19-м, начале 20-го века, да, когда Российская империя, ну и в Первую мировую войну возникала ситуация возможности воссоздания Великой Армении, да, то в Армении появлялись силы, да, которые говорили, да, это все хорошо, а зачем нам тогда Россия, да, зачем они лезут со своей русской православной церковью, то есть в какой-то момент возникают определенные имперские амбиции, ну, это, наверное, объективный процесс, да, то же самое переживает Грузия, да, когда она окрыляется, ей хочется лидировать на всем Кавказе, считая всех остальных какими-то второстепенными держава, да, поэтому, ну, жизнь это сложный процесс, если бы это в Колбе развивалось, наверное, одно дело, ну, скажем, если бы были, скажем, Россия и Украина, наверняка бы договорились, как это все решать, плюс Европа, тоже бы нашли компромисс, но появляются другие игроки, да, которые вопреки экономическим интересам, да, вопреки просто сохранения жизни людей идут вот на такое обострение, да, поэтому подобного рода силы, они присутствуют и в России, и в Армении, и в Азербайджане, и везде, да, и есть добрые дяди, которые готовы это подогревать, использовать, но само событие действительно, оно произошло вот в фокусе, ну, если придумывать более неудачный момент, да, для стабильности, для нормальных отношений, то лучше, наверное, для врагов России и Армении не придумаешь, да. Это, конечно, наводит на мысль, что не случайно ли это, да, вот, ну, на мой взгляд, все-таки это, наверное, стечение обстоятельств, обстоятельств, просто сегодня ситуация такая напряженная, ну, скажем, летом же тоже были ситуации, да, на границе с Карабахом, когда едва все это, опять же, да, пользуясь ситуацией на Украине, едва не запустили, и тут удалось в последний момент это пригласить, то есть мы живем в очень хрупком мире, да, где, вот, прошлое должно нам наоборот, да, или из трагедий и бед извлечь уроки этого избегать, но у нас есть масса позитива, на которую мы можем опираться, а не просто избегать этих ситуаций, да, а идти гораздо дальше, продолжать двигаться, и друзья-то познаются как раз вот в такие трагические моменты, да, то, что Армения вступила в Евразийский союз, несмотря на достаточно сложную ситуацию, да, и военно-стратегическую, и те финансовые проблемы, которые есть, да, это, ну, дорогого стоит, конечно. Да, и Виктор Владимирович, последний вопрос, мне известно, что вы, если я ошибусь, меня поправите, почетный профессор университета Месропа-Маштоц, он не именем, просто университет Месропа-Маштоц, это Степанакерти. Степанакерти, да. А вы читали там лекции, бывали уже? Нет, это я получил вот за те связи нашего университета с университетом Месропа-Маштоц, мы провели с ними несколько мероприятий, сдали сборники статей, посвященные как раз российско-армянским отношениям, проблеме Нагорного Карабаха и других, ну, государств де-факто, так называемых, да, которые либо вообще не признаны, либо частично признаны, но основная масса стран не признавалась. Вот, ну, я еще один из соучредителей российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, вот нашего ростовского отделения, которое из этих контактов, которое выросло из этих контактов, да, вот мы проводим целый ряд мероприятий, ну, нужно отметить, что правительство Ростовской области, администрация Ростовской области очень поддерживает вот эти начинания, ну, не секрет, что армяне это, да, коренное население Дона, вот со времен Екатерины Второй, когда, собственно... Старейшая диаспора. Да, это, ну, это мы даже, вот тут спорим, можно ли называть диаспорой тех, которые здесь жили, когда не было государства Армении, которые остались здесь жить, да, это донские армяне, я и говорю, это коренное население нашего региона. Из-за них проблем не было, по-моему, особо, да, никогда не было, да. Наш город состоит из двух городов, да, это Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону, которые в 20-е годы театральная площадь нынешняя нас разделяла, теперь она застроена, да, и получился, ну, как Будда и Пешт, Будда-Пешт, да, так и... Или Берабиджан, да. Вот, это единая такая, единый наш этносоциум, ну, и вот реализован у нас недавно проект, который, ну, почти весь год длился, 14-й, мы были, если будем вместе, он был ориентирован на детей, да, потому что, ну, люди старшего поколения у нас и так никогда не конфликтовали, да, дети растут немножко в другой ситуации, вот, и поэтому появилась такая инициатива, чтобы дети откликнулись на проблему взаимоотношений разных народов, прежде всего русских, да, с армянами. И это участвовали не только Ростов, не только школы других городов, но и сельские районы. Ну, планировалось довольно скромно все это провести, да, но вот у нас, в конце концов, мы наградили 350 школьников, да, от малышей, там, 5-6 лет до тех, кто заканчивает... Это вот за рисунки, да? Это вот рисунки, кроме того, там и рассказы писали на эту тему. Я так понимаю, русские дети, значит, рисовали Армению, как они ее видят, и армянские дети в России. Ну, тут по-разному, и контакты культурные, да, вот там вы посмотрите на эти рисунки. Это вот альбом, да? Ну, вот там сзади есть, и вот в этом альбомчике. Вот, ну, во-первых, они очень светлые по цветовой гамме, да, и, ну, искренние, как дети всегда рисуют, да, и вот это залог того, что новая генерация, да, им это стало интересно, их никто не заставлял, да, то есть планировалось привлечь несколько школ, да, информация прошла, и они сами, учителя, школьники проявили здесь удивительную такую активность, энтузиазм. Ну, мы часто вот на эти темы любим поговорить, собраться, там, круглые столы, принять какие-то решения, разойтись, потом опять собраться. Вот, в данном случае мы видим дело, да, а только через совместное сотрудничество, через обмен, общение, вот, детей друг с другом, задействованы оказались и школьники, и учителя, и родители, и власти, и бизнесы, два университета, наш федеральный и экономический университет. Да, то есть, вот, мы увидели действительно, так называемое социальное партнерство, да, и государство, и вот этих всех структур, и на следующий год мы планируем расширить этот конкурс, ну, и появился план провести нечто подобное в Армении, да, а потом, может быть, вот, посмотреть, что из того, из другого получится, да. Да, и никакой Пермяков и не внесет разлад. Ну, все бывает, да, к сожалению. Спасибо большое, Виктор Владимирович, спасибо большое, было очень интересно. Спасибо. Вокруг этой темы масса спекуляций. Вплоть до самой абсурдной Пермяков выполнил заказ США или Турции, например. Сторонники первой версии ссылаются на то, что, мол, выгодно американцам ослабить отношения Еревана и Москвы. Тем более, после того, как Армения вступила в Евразес. Да и вообще, американцам выгодно всех отвернуть от России. Сторонники второй турецкой версии склонны утверждать, что Пермяков выполнял заказ Анкары в преддверии столетия геноцида армян. И тем и другим хочется сказать. Господа, вы внимательно вглядитесь в рожу этого ублюдка. Вы верите в то, что американские или турецкие спецслужбы наняли этого ушлепка с лицом олигофрена себе в агенты? Совершено убийство. Убийство, которое никак не может нести в себе политическую подоплеку. Да, слишком много совпадений и несостыковок, но так и расследование только начинается. И уверен, что оно будет прозрачным. Версии рождаются один с другим от того, что люди в неведении. Масло в огонь подлили и российские СМИ, которые практически молчали. Пытались молчать, во всяком случае. Но на шестой день, когда глава российского государства выразил соболезнования, российские СМИ словно прорвало. Аналитиков развелось, как собак нерезанных, которые пытались закрасить трагедию в Гюмрии, в украинский Майдан. Чем и воспользовались азербайджанские пустословы, судорожно коллекционируя фотонарезки из разных концов земли, подписывая их Армении и закидывая эти самые нарезки, как кость голодным псам, в националистические русские соцгруппы. Например, вот сейчас перед вами фотография, где топчет российский флаг, причем человек в шортах или в мини-юбке, я не знаю, но во всяком случае в Армении даже в январе в шортиках не пройдешься. Видно, что на дворе лето. И, скорее всего, фото это сделано где-нибудь в Киеве. Армянская молодежь в России не знала, как вести себя из-за отсутствия правдивой информации из Армении и вообще какой-либо информации о происходящем. Также молчал и Союз Армян России, в это время занимающийся всякими разными дискотеками и концертами. От имени популярных личностей армянской национальности стали сочиняться цитаты и распространяться по всей всемирной сети. Из чего многим из них пришлось оправдываться, что не говорили и не писали такого. Да что там азербайджанцы или популярные армяне? Некоторые личности армянской национальности тем же и страдали. Пытаясь не обращать внимания на гюмри, стали порочить уважаемую в российской армянской среде газету «Еркромас» и ее редактора Тиграна Тавадьяна и сочинять на следующий день после трагедии юморески, искажая название газеты «Еркромас», фамилию Тавадьяна и мою фамилию, выдумывая интервью Тавадьяна якобы со мной. Я хочу обратиться к этой твари по имени Виталий Есаян, живущего в Пятигорске, где-то там в Кавминводах, рыбного короля, который сидит в контакте, прячется за ликом Степана Шаумяна. Ты ничтожество! И твое фото пока в эфир не идет. Пока. Также я призываю всех, кто сейчас меня слышит, не поддаваться на провокации. Повторюсь, эти дни самые жаркие. И только недруги Армении будут сочинять всяко разные истории про русофобию в Армении. И прежде всего это выгодно кибероскярам, которые, уверен, боготворят нынче Пермякова и готовы выделить ему политическое убежище с присвоением очередного воинского звания «Ефрейтор». Ведь Пермяковым были убиты армяне именно так, как любят это делать герои Азербайджана, спящих армян. И пусть вспомнят своего Рафика Гусейнова из Геронбойского района, который, не моргнув глазом, перебил семью своей жены, расстреляв семь человек и ранив еще двух. Лично мое мнение таково. Преступник должен понести наказание на территории Армении. И глупо сравнивать это преступление с Арутюняном, КАМАЗ которого наехал на автобус, в результате чего погибли люди. Такое сравнение могут сделать лишь те, которые не помнят аналогичного Пермякову преступления в Российской Федерации. Арутюнян не намеренно наехал на автобус, а в результате технической неисправности грузовика. И это уже доказано судом. Более того, Арутюнян, будучи гражданином Армении, отсиживает свой срок в России. Но почему злодей, будучи гражданином России, совершив жесточайшее преступление на территории Армении, должен быть судим тоже в России? Уверен, здравый смысл победит и Пермяков понесет заслуженное наказание именно в Армении. И главное, расследование должно быть прозрачным. Кроме того, понести наказание должен не только Пермяков, но и те врачи, которые отправили этого ублюдка в армию, да еще и за рубеж. Необходимо провести чистку и в офицерском составе 102-й военной базы. Повторюсь, в Армении нет и не было никакой русофобии. И если бы не ширма, за которой хотели спрятать изначально это преступление, то народ не вышел бы на митинги. Российские СМИ в эти дни интересовал Шарли Эбдо. Как оголтелые эхом только и орали «Я Шарли Эбдо». Правильно. А кто же вы еще, как не Шарли Эбдо, который потерял совесть, выставляя порнографические картинки с религиозными сюжетами? Я не оправдываю убийц, исламистов, но и не горю желанием скорбить по погибшим. Более того, как на Руси говорят, хрен редьки не слаще. И вот почему. 20 лет назад, во времена Саддама Хусейна, иракская художница Лейла Альтар нарисовала карикатуру на тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшина. Рисунок разместили у входа в багдадскую гостиницу «Рашид», в которой проводили важные международные конференции, а также останавливались высокопоставленные политические и общественные деятели со всего мира. Это было сделано потому, что Буш был преступником, отдавшим 13 февраля 1991 года приказ атаковать бомбоубежище Аль Америя, которое использовалось в период войны в Персидском заливе гражданскими лицами. Тогда в результате удара в ВВС США погибло 408 мирных жителей. Карикатура у входа в гостиницу задела администрацию и военных США. Поэтому в темную ночь 1993 года был дан еще один приказ обстрелять дом автора карикатуры Лейлы Альтар. В ВВС США превратили дом художницы в руины, оставив также под развалинами всю ее семью. Никто тогда не задался вопросом, почему это сделано, где свобода слова, где есть такой закон, позволяющий убивать художника без суда над ним. В чем вина художника и членов семьи? Ни одному СМИ не было до этого тогда дела. Я, как член Союза журналистов России, обращаюсь к своим коллегам. Вы часто критикуете Запад. А чем лучше вы? Почему в первые дни гюмрийской трагедии вас больше интересовал Шарли Эбдо, который случился аж за неделю до Гюмри? Но при этом ни один федеральный канал не дал ясную картину о происшедшем. Неужели мы, пишущие и говорящие братья, забыли 11 главных правил журналистской этики? Я, Арутюнов Вадим Альбертович, член Союза журналистов России с 2006 года. С сегодняшнего дня, обещаю, выхожу из членства этой организации. Так как считаю, что сегодня СЖР не является носителем основных принципов журналистской этики.